Село Сайганах находится в 170 километрах от Белой горы и добраться сюда можно лишь по автоземнику. Летом сообщения с отдаленным наслегом практически нет. Скудные полеты «Антошки» не могут обеспечить постоянные перевозки. Самолет, базирующийся в Момском Улусе, летает редко, по заявкам. Жителям Сайганаха приходится сначала преодолевать путь в более чем 10 километров пешком по болотистым местам, чтобы выйти к реке, а там на лодке часов 10 добираться в районный центр. Но даже не этот вопрос сегодня беспокоит жителей больше всего. Примечательно, что в Сайганахе жители конструктивно строят диалог с властью. Всего сразу не бывает, население это понимает и очень грамотно разделяет приоритеты. В первую очередь жители целенаправленно ставят вопрос по теплоснабжению. Вопрос бесперебойного обеспечения наслега теплом поднимался не раз. Постепенно он стал решаться. Года два назад здесь была построена новая модульная котельная «Дараз». Мощности хватает, чтобы дать тепло не только в объекты соцкульптбыта, но и в жилые дома, которые постепенно подключили к централизованной сети. Это два. И в итоге сегодня котельная обеспечивает до 80% всего Сайганаха. По словам министра ЖКХ и энергетики Алексея Колодезникова, он специально приехал посмотреть, как работает новая котельная. Работники порадовали бережным отношением к оборудованию. Сегодня четыре котла постоянно находятся в работе, нехватки в туплеве тоже нет. Сама котельная может с легкостью осилить подачу тепла во все дома, считает мастер котельной Валерий Ребров. У меня жилых домов осталось, где-то 30 домов. Вот я это хочу подключить. Это у нас проблема, это дровами проблема, поэтому я сам 20 год работаю с лишним, а там дрова топлю точно. Топливо у нас завезли, в этом году полностью завезут. Потребность у меня где-то 1800 тонн. В сутки где-то выходит 15 тонн. Это зимние заморозки в январе, февраль, ноябрь. В целом топлива хватает? Топлива хватает. У нас коллектив нормальный, работает зимой по 12 часов, работает по 20 человек в кочегаре. Говорят, что кочегары, качество топлива низкое. В прошлом году хорошо было. Устьяна возили в прошлом году, это же жабарика хая, что ли? Это от зырянки привезли в этом году. О необходимости подключить оставшиеся дома к центральному отоплению, коих в поселке осталось порядка 30, говорят практически все жители. Алексей Колодезников обещал рассмотреть предложение, к тому же посоветовал соответствующим образом оформлять жилье в собственность, чтобы претендовать на получение субсидий по линии Минтруда по возмещению части расходов. Особых проблем не отметили и в дизельной электростанции поселка. В прошлом году здесь поставили новый дизель мощностью 225 киловатт. Вот эта «ДАС» в 1993 году построила, и в основном работали хабаровские дизеля. Дверя 100, двера 200, двера 160. Но со временем свой моторесурс они отработали. Поэтому в прошлом году здесь установили новый дизель каменский на 225 киловатт. Экономичный по расходу топлива. Нагрузка очень упала в Саганахе. Раньше, когда она была максимум 170-180 киловатт, сейчас максимум где-то 140 киловатт. И она работает чуть более 50%. Но у нее самый оптимальный режим работы, когда 75% загружен дизель. И все это в зависимости графика. А так тут у нас по инвест-программе Сахаэнерго планируется в 2017 году строительство новой модульной электростанции. И мы ее хотим установить рядом с поселком. Сельское хозяйство и здесь в числе актуальных наряду с вопросами медицины и образования. Саганах практически единственное село в Абыйском улусе, где сравнительно стабильно занимаются разведением лошадей и крупного рогатого скота. Но и эти показатели с годами сдают позиции. Поголовье сокращается, а кооперацию на севере создавать сложно. Да и условия не те, что в центральной части Якутии. В целом же от поселка остались хорошие впечатления. Более 400 человек компактно и размеренно живут в Саганахе. Отношения к делу и бережливость сразу видны по чистым улицам и ухоженным домам. Школа, где обучаются 62 ученика, была построена в 1974 году прошлого века. Сегодня это одно из самых светлых и теплых зданий в поселке, как и клуб и местная столовая. Все вопросы и предложения рабочей группой учтены. Жители положительно оценили работу руководства и правительства в 2014 году. Сегодня итоговый отчет в поселке Белая гора проведет премьер Галина Данчикова. В первой половине дня запланировано посещение Обыйской центральной больницы, общеобразовательной и спортивной школ. Туяра Харитонова, Екатерина Соломова, ЕСИА, Обыйский УЛУС.